В этом сезоне его два как раз от Тампы. Мэтт Мюррей на ваших экранах. Сегодня именно он будет защищать ворота. У него шесть побед подряд на старте чемпионата. К Виннипег Джетс. Ну что ж, наша встреча началась. Сразу знакомлю вас со стартовыми пятерками играющих команд. Начнем с гостей. Конор Хелебайк защищает ворота. Первая пара защитников сегодня Джошуа Морриси, 44-й и Джейкоб Троуба, номер восьмой. И вот сразу же момент у ворот Питтсбурга на первых секундах. Вступает на 55-й Блейк Уиллер, 26-й. Вот еще раз смотрим этот момент. Очень неплохой бросок. Уиллер как раз выводил 57-й. Возвращается в состав россиянин Дмитрий Куликов. Тоже за ним, конечно, будем наблюдать. Под пятым номером он играет. И вот 2-2. Атака у Питтсбурга. И гол! Матча. Вот это да! Давайте смотреть. Очень неплохой, быстрый переход из оборонного в атаку. Получается у Пингвинов. Передача в центр. И тут защитник не успевает. За быстрым Конором Шири. И как раз Куликов не совладал в этой ситуации с нападающим Питтсбургом. Да, пропустил он два матча своей команды. Ну, сейчас я говорил, пауза была 6 дней. У Микаля ярко проявляют себя хоккеисты Питтсбурга. И счет в нашем матче открыт. Ну и состав Питтсбурга. Вот видите, тут немножко завозился с воротами шайбой. Вратарь Виннипега. Хелебайк. И момент опаснейший возникает. Опять посмотрите на стырный... Что интересно, уже совсем скоро вновь эти команды будут выяснять отношения. Но вот сейчас, наконец-то, может быть опасный момент. Здорово! Ой, как развернулся на самом платочке тут Блайк Уиллер. Защитники, ну как изловчился Блайк Уиллер бросить по воротам. Мог забить нападающий Виннипега. И ответ на противоходе! Такое боевое. И у хоккеистов, и у тех, кто сегодня пришел посмотреть на хоккей. И не готов оказался Мэтт Мюррей к этому броску. И поздравляю. Не готов был. Так высматривал Мэтт Мюррей эту шайбу. Видите, так вытянул ловушку и махнул. Мимо каучукового диска. Ага, все-таки было тут подправление Летанга. Да, так оно и есть. Попадает шайба в клюшку Летанга. И немножко меняет направление это им. Вновь он пытается исправиться. И классная передача назад. И мощный бросок все того же Морриси. Вот так вот мог дубль уже оформить. Защитник. И момент! Вот это да! Николай Эллерс. Малкен. Выходит шайба. И как удачно, а! Прямо! Прямо! Бегает Фил Кэссел на рандеву с вратарем. Мы еще раз смотрим этот момент. Ускоряется Кэссел. Хорошо подработал ногами. И вот прямо из круга вбрасывания. С кистей бросает. Не получился. Не получился, конечно же. Бросок у Николая Эллерса. Но атака продолжается. Эндрю Коп. Коп бросает. Низам. И готов, конечно, к этому. Все-таки достаточно много моментов. Полумоментов возникает у Винни-Пега. Вот опять выгранное вбрасывание. Бросок по воротам Бафлина. Собственно и воротам. 1-1. Ну и посмотрите, с чего начинается у нас второй период. Вот это да. Осталось хозяевам его реализовать. Ну и очень часто применяется лове приемы Питтсбург. И вот сейчас момент какой! И не пожадничал же. Вот мы смотрим, как сразу же момент возникает у Питтсбурга. И да! Шайба в штангу, получается, попадает. Вроде была положительная динамика. 9 забита, 7 пропущено. Сыграли 1-1. Вот что будет сейчас. Бросок по воротам! Опасно и оставляет. Вроде пропускают много пингвины. Но все же. 12 забита, 16 пропущено. Во втором гостях хоккеисты Виннипега имеют очень хороший процент реализации бросков. Бросают они поменьше, нежели соперника. Вот сейчас опять момент у Питтсбурга. На среднем 29 бросков вот в этих гостевых матчах наносил Виннипег. И 34 их соперники. И вот момент уже вновь. Но там в ближнем углу до конца стоял Хелебайк. Дальний бросок. Мэтт Мюррей в игре. И шайба остается в зоне Питтсбурга. В матче Питтсбурга и Виннипега. Но все равно игра смотрится. Кросби. Гюнцель. Подключение защитника. Бросок. И это Хелебайк. Гюнцель дальше. Литанк. И здорово. Не прижал Хелебайк. Нет, все-таки прижал. Прижал шайбу. Завершал. Уиллера. Вот они, забивные ребята Виннипега. Но пока не получается. Хороший перехват очень удается Джейкобу Троубе. А вот тут в обратку. Два в один. Выход. Бросок по воротам. Хелебайк. В борьбе хорош. Выцарапал там у Куликова шайбу. И заворот передача. Очень хорошая на Кэссела от Моэзона. Удается. Вот тут конец. Настойчив. Очень Виннипег. Раскачей пытается найти Дюму Лейна. И здорово как. Еще момент. Казалось, все. Давайте смотреть. Вот передача. Будет от Эллерса. Вот этот момент. И Патрик Лайне. Патрик Лайне. Получается, пока у нас матч равных соперников. То Питтсбург поактивнее, то Виннипег. Более интересно выглядит в атаке. Ну и вот сейчас начинает очень активно. Виннипег. И какие спасения. Мэтта Мюррея шайба не прижата. И продолжают атаковать гости. Дальний бросок. Троуба. И улетает шайба за пределы плана у Виннипега. Посмотрите. Шикарный первый бросок и добивание. Бросает у Эллер. Ну и затем Кайл Коннор имеет шикарный шанс. Шайбу. Игрок Виннипега. Но атака продолжается у Питтсбурга. Четвертое большинство. Неплохо. Бросок. И рядом со штангой пролетает шайба. Отскочив уже от Хелебайка. И опять момент у Малкина. Создать хозяйской команде. И вот конечно момент у Кэссела. Шикарный. И вот мы видим. Чуть-чуть не повезло. Филу Кэсселу. И вот последний бросок. Но сегодня чья-то серия галкиперов прервется. Шесть побед пока у Мюррея. И четыре у Хелебайка. По-прежнему очень напряженные две цифры. Один-один на табло. Вот и тут Малкин. Выяснял отношения. С Мэттом Хендриксом. Который дебютирует сегодня в составе Виннипега. Вот он. Мэтт Хендрикс. Перехват. Бафлин. И ведь успевают тут закрывать зону. Игроки Питтсбурга. Бросок. Такого же мнения это в общем-то и игроки Виннипега. Шайфли не пускают. Лезет тут Кайл Коннор. Бросок. И уже. Пам. Шайбу все-таки выцарапывают. И опять какой классный наброс на ворота. По борту. Через защитников. Летанг. Потеря. Три в два. Вот можно что-то интересное разыграть. Лайны так и не дали. Бросок Мэтт Мюррей. Не стал бросать Кросби. Перевод на дальний борт. Шири. Ой. Хорошая передача. Бросок. Добивание. И шайба все-таки в углу площадки. Но продолжаем. Один. Ну и так часто бывает, да, когда уже за 30 переходят. А у нас мы видим сейчас 35-30 по броскам в створ в пользу Питтсбурга. Обычно команда, которая больше 30 бросков совершает, вправе рассчитывать на победу. Лайна разогнал эту атаку. Хорошо поборолся с Рувиделем. И дальний наброс на ворота. Чем теперь нас удивит в атаке Виннипек. Лайне. Ошибка. И будет выход один на один. Будет. И бросок. Гол. И все-таки Фил Кэссел забивает эту шайбу. Большой привет. Патрик Улайна. Ошибается он. Это и победы. Но второе место поднимается. Поднимается восточная конференция с 15 набранными очками. Да, вот так вот низом. Фил Кэссел четко бросает. И шайба в воротах. Ну а Виннипек тоже набирает один балл. И на десятые позиции команда Пола Мариса. С девятью набранными очками. Ну что ж, дорогие друзья. Тяжелый. Тяжелый был матч. 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 Тяжелый был матч.